Август в этом году выдался жарким и сухим. В связи с ростом количества загораний, сухой травы, растительности и камыша, обстановка остается напряженной. Наша съемочная группа встретилась с представителями Федеральной противопожарной службы, которые рассказали о ситуации с пожарами на территории нашего района. Борьба с огнем всегда считалась делом мужественных и профессиональных людей. Именно такие специалисты работают в 15-м отряде Федеральной противопожарной службы. Они всегда готовы прийти на помощь. На их счету сотни потушенных пожаров и спасенных жизней. Но очень многое зависит и от самих жителей, особенно в настоящее время. На сегодняшний день сильная жаркая погода, пятый класс пожарной опасности. По статистике у нас с начала года 184 пожара. Четыре человека погибло, два человека травмировано. Это плохая динамика на сегодняшний день. Хотел бы обратиться к жителям города и района о том, чтобы они берегли себя, свое имущество. Они разжигали костры на дворовых территориях. Объясняли своим детям, что нельзя играться со спичками и с другими зажигательными устройствами. Они максимально себя оберегали. Также использование электронагревательных приборов без присмотра также запрещается. Летний зной служит причиной того, что люди ищут облегчение от него, купаясь в реке или в море. Но, как говорится, не зная броду, не лезь в воду. Иначе вполне можно пострадать. Статистика неутешительная. С начала года на сегодняшний день погибло на водах территории Славянского района 12 человек. Из них двое детей. Очень печальная ситуация, когда особенно гибнут дети. Буквально в субботу погибла недавняя цифра. Негативно подняла уровень погибших. Это два человека. Довольно молодых. 2000 года рождения. Только жизнь началась, а они ее так себе оборвали. Купаться можно и нужно только на официальных, приспособленных для этого пляжах. Это вполне безопасно. На официальных пляжах есть спасатели, которые все время наблюдают за обстановкой на воде. А люди гибнут на неотведенных местах, где не исследовано дно, где нет соответствующих квалифицированных специалистов, которые могут вовремя оказать помощь. Безопасность на воде и при пожаре требует внимания и осторожности, соблюдения установленных правил. Об этом не нужно забывать.